Молодость это особое время в жизни каждого человека. Беззаботное, яркое и насыщенное. Таким же стал и День молодежи в Новоуральске, который продолжил единый выпускной с проектом «Школа Росатома». Площадок очень много, более 20 пути площадок. Это и фото-будка у нас есть, и специальные места для фотографирования, очень красивые, можно пройтись посмотреть. А есть у нас контактный зоопарк, есть вторичная продажа одежды, есть турнир по Mortal Kombat, есть рок-площадка, есть экспрессивная ВИЧ-инфекция. То есть каждый человек может найти для себя что-то интересное. Концертный спортивный комплекс выступает одним из организаторов Дня молодежи. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно и молодежи, и людям постарше, кто молод душой. Очень надеемся, что нам это удалось. Спорт, творчество, драйв – все эти направления создали в Центральном парке культуры и отдыха уникальную атмосферу, в которой каждый мог найти себе занятие для души и тела. Говоря как раз о теле, важно отметить, что возможностей было действительно много. К примеру, спортивный клуб «Булат» организовал соревнования под названием «Универсальный атлет». Молодежь активная, что бы там ни говорили, все равно все дети, ну и молодые люди так или иначе тянутся к спорту, к активности. И мы это видим, каждый раз выставляя площадку, всегда у нас полным-полно народу. И от мала до велика ребята идут, чтобы пробовать себя, проверить свои силы. Я бы пожелал ребятам в первую очередь верить в свои силы и рассчитывать на свои силы, двигаться к своей цели, не сворачивая. Ну и удачи в жизненном пути. Не менее популярной площадкой для всех гостей праздника стала и территория выполнения зальных видов комплекса «Готов к труду и обороне» от спортивного клуба «Кедр». Для молодежи, кстати, это отличная возможность не только проверить себя, но и заработать дополнительные баллы для поступления. Сейчас направление ГТО очень востребованное, поэтому это модно, стильно, молодежно, молодежь идет. Сегодня у нас приняло более 60 человек в нашем направлении. Идут сдавать в основном тех, для поступления, кому ребятам нужно. Ну и так апробация проходит, себя пробуют, проявляют, возрастное население тоже приходит. В общем, спорт на празднике был во всех его проявлениях, даже технически. Квадромотошкола «Драйв Китс» подарила горожанам классную возможность попробовать себя в управлении двух- и четырехколесным транспортом. Это занятие интересное, ты узнаешь что-то новое, к примеру, как устроен квадроцикл или мотоцикл. И просто это как хобби, можно одно сказать. Квадроцикл и мотоцикл. Можешь сказать, почему тебе нравится на нем кататься? Потому что они бензиновые, и не надо ходить пешком, да куда-то. Здесь же, неподалеку, на спортивных площадках концертно-спортивного комплекса, турнир по футболу от чемпионики и фитнеса Центра Продвижения. В День молодежи буквально все было пронизано духом здорового образа жизни. Праздник хороший. Нравится? Да, очень. А вот здесь очень много спортивных площадок, как к этому относитесь? Отлично, сегодня чемпионик из четырех играет. Сейчас заканчивает игру. Отлично относимся к этому. Вообще классное мероприятие, очень много детей, молодежи. Это круто. А что касается души, то тут и говорить не стоит, что творчество, стихи, музыка разных лет и поколений были, наверное, в каждом уголке парка. К примеру, городской клуб «Уют» в лучших традициях творческих людей организовал импровизированный квартирник. Сегодня здесь на выходе и КСП «Признание», и молодежный экспериментальный театр ступеней, и участники различных молодежных фестивалей. В противоположном направлении выступали городские рок-группы. Это был настоящий музыкальный марафон, который собрал вокруг себя немало активных и благодарных зрителей и слушателей. Атмосфера праздника здесь была везде, даже несмотря на капризы уральской погоды. Очень здорово! А что нравится? Вот эта площадка или какие-то еще другие, может быть? А это площадка? Да. Но и это не все музыкальные направления. К ним мы еще вернемся. А пока расскажем о том, что же еще новоуральцев удивило, вдохновило и искренне порадовало. Это открытый уличный турнир по популярным играм. К примеру, известный многим с детства Mortal Kombat, а также FIFA и другие игры. Кроме этого, на протяжении всего праздника работали уникальные фотозоны. Но больше всего фотографий, вероятнее всего, были сделаны в контактном зоопарке, который также стал изюминкой праздника молодости и креатива. А торговлю одеждой вы на таких праздниках встречали? Да еще и в форме гаражной распродажи. Такой формат решила привнести уже известное в округе сообщество, сделано в городе Н. Тут мы решили попробовать формат гаражной распродажи, когда просто люди приносят свои вещи, которые в хорошем состоянии, в отличном. И таким образом какой-то круговорот вещей происходит. Можно получить там новые какие-то средства на другие вещи, более полезные. Часть средств мы хотим пожертвовать на корм животным. Ну и можно на любые другие полезные нужды. Кипело в этот день все пространство парка и окружающих его территорий. Новорольцы всех возрастов искренне радовались этому празднику и получали удовольствие от предложенных организаторами возможностей. Радость и улыбки здесь никто не скрывал. Радость, веселье, погулять, ходить. Ну вот, беззапонные ночи. Кайфовать по жизни, относиться ко всему с улыбкой и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Главное, монетизируй свое удовольствие и все у тебя получится. Ну, чтобы подносить под музычку и на пианую вечеринку. Музыка супер, нам нравится. Да. Поздравляем молодежь! А теперь вернемся к музыке и основной сцене праздника, которая ни минуты не пустовала. Здесь выступали приглашенные кавер-группы «Годжи» и «Стерео Джем». Известные хиты нашли отклик у каждого, кто вечером был у главной сцены «Дня молодежи». А ярким завершением праздника стала пенная вечеринка. Под музыку от известного диджея и танцы огромных панд, новоуральцы погрузились в огромное количество пены. Это было по-настоящему молодежно. Здесь каждый почувствовал этот драйв и энергию, зарядился отличным настроением по полной. В общем, День молодежи в Новоуральске удался. Главное пожелание – быть всегда на этой волне позитива и помнить, что молодость – это не отрезок времени, а состояние нашей души. Виктор Малашев, Антон Пылаев, Николай Ларионов, Данил Запивалов. Объектив. Итоги.